Лужи, рыхлые сугробы, копель – не единственные признаки приближающейся весны. Расставивший снег наглядно показал, как активно новые рингойцы всю зиму выгуливали своих питомцев. Отходы собачьей жизнедеятельности можно увидеть везде – на газонах, тротуарах и даже на детских площадках. Представители клуба молодых семей, созданного на базе Центра Молодежной, полагают, что ситуацию может изменить установка во дворах док-боксов и, конечно же, ответственное отношение людей к своим четвероногим друзьям. Продолжение темы в сюжете. Выпавший снежок припорошил во дворах неприглядные отметины собачьих радостей. Но стоит выглянуть солнцу, и темные пятна появятся снова. Посчитано в городе примерно 9 тысяч собак, и почти каждая из них оставляет свои следы – на тротуаре, газоне или даже на детской площадке. А это более 50 килограммов отходов жизнедеятельности ежедневно. И дело здесь не только в эстетической стороне. Экскременты животных грозят распространением патогенных микроорганизмов. В конце прошлого года был принят федеральный закон об ответственном обращении с животными, в котором прописано – при выгуле четвероногих их хозяева обязаны убирать за своими питомцами. За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность законом 81 ЕНАО об административных правонарушениях, статьей 7.3. Санкция данной статьи предусматривает у нас ответственность от 1000 до 5000 рублей на физических лиц. Выявив подобные факты, муниципальные инспекторы составляют протоколы и передают в административную комиссию. Пожаловаться на соседей, которые после выгула собак оставляют во дворе сплошные мины, могут и горожане. На сайте администрации есть специальная вкладка «Оставить обращение о совершении административного правонарушения». Правда, обращаются немногие. Вести баталии на эту тему горожане предпочитают в местных чатах. Но по весне, согласитесь, всё плывёт, и за место цветочков у нас сплошные кучи на газонах. Тоже неприятно это всё наблюдать, да и самим собаководам. Может, хоть как-то задумаются. Там, где убирают, либо есть специальные мусорки в других городах, либо нет санпинов, запрещающих выкидывать в обычные в других странах. Эти собачники покупали бы себе участок за городом и на нём бы удобряли почву. Авось и урожай богатый осенью собирали бы. Там же и выгуливали бы своих лялек без намордников и поводков на своей территории. Изменить ситуацию решили представители клуба молодых семей «Любишь – убирай» – так называется их проект. Идея активистов – установить в микрорайонах док-боксы – антивандальные металлические конструкции, в которые закладывают биоразлагаемые пакеты для сбора отходов. В один док-бокс входит 5000 пакетов. По статистике Тюмени этого запаса хватает на один год. Внизу находится урна, куда собственники собак могут выбрасывать отходы жизнедеятельности своих питомцев. Обслуживается эта урна дворником. Эти док-боксы могут быть самоокупаемыми. То есть на верхней части там расположено рекламное место, где может быть расположена реклама зоомагазинов, предклиник, такси, чего угодно. С тем, что неприглядную картину во дворах необходимо менять, согласны даже владельцы собак. По крайней мере те, кто всегда выходит гулять с пакетом и добросовестно убирает за своим питомцем. Обязательно надо убирать. Здесь гуляют наши дети, потом сам ходишь. По дорожкам невозможно ходить вообще. Ходишь все тротуары в фекалиях. Мы гуляем всегда с пакетом. У нас маленькая собака, большая собака, мы всегда убираем за ними. Ну а другие, я не знаю, я не видела. Если установят док-боксы хотя бы в каждом микрорайоне, то, конечно, я думаю, они будут востребованы. А если придется идти в соседний микрорайон, чтобы все это выбросить, я думаю, что вряд ли будут люди ходить. Хотя бы один на микрорайон. В обычной мусорке это нельзя выбрасывать. Нужны специальные док-боксы для этого. Поэтому они необходимы. В семье не стоят док-боксы. Мы ими пользовались. И люди тоже. Это очень удобно и необходимо. Это норма там считается. Стоимость одной специализированной урны примерно 20 тысяч рублей. Чтобы реализовать свою идею, представителям клуба необходимы средства. Победить в грантовом конкурсе активистам не удалось. Но они не опускают руки. Намерены подавать заявку снова. Недавно свой проект они представили на заседании молодежного совета при главе города. И были поддержаны городоначальником. Мы, не скрою, эту тему уже рассматривали, обсуждали. Мы предполагали приступить к реализации сообщественных мест в районе наших парков. Парка дружбы и улицы Захаренко, где прогулочная зона, где гуляют наши новорингуйцы, в том числе собачки. Мы хотим установить на входе и на выходе такие боксы. Но я соглашусь с вами, надо шире смотреть, в том числе ставить это у подъезда. Предложение главы города приобщить к этой работе и управляющие компании. Уже этим летом проект клуба молодых родителей по установке док-боксов должен быть реализован. Правда, только установкой специализированных урн ситуацию не исправить, если у хозяев собак не прибавят соответственности за своих четвероногих питомцев. Анастасия Волкова, Людмила Завгородня, Николай Александров. Служба новостей «Импульс».